Отдельные специалисты-регистраторы в травматологии появились с этого года. Это сделано, чтобы освободить медиков от дополнительной работы. Раньше они заполняли документы, а сейчас вся информация напрямую направляется в единую компьютерную систему. Теперь круглосуточно здесь дежурят не два, а три специалиста. Пациенты поступают с самыми различными травмами, начиная от вывихов и ушибов, заканчивая солнечными ожогами. В особенности это бывает, как правило, в первые или последние дни при приезде в наш город. Особое внимание, особенно в первые дни, адаптация нужна. Сразу не нужно ехать на море, не нужно в неизвестных местах купаться, прыгать с пирсов всевозможных. Особенно это касается моря, озер, рек. При взрослых, конечно, учитывая наши климатические условия, жаркую погоду, то категорически не рекомендовалось прием алкогольных каких-то напитков и дальше уже идти в море. Вот это не нужно. С полудня до пяти часов вечера в пик солнечной активности на пляже, если и находиться, то только в тени. Медики рекомендуют разумно подходить к активному отдыху. Сафари на внедорожниках, поездках на квадроциклах, даже плохо организованные водные аттракционы могут стать причиной травмы. В целом, нагрузка на анапских медиков с наступлением курортного сезона возрастает примерно в три раза. В тестовом режиме, в принципе, даже мы проводили учения с медицинским персоналом. Готова и инфекционная служба, и травматологическая, и терапевтическая, и хирургическая. Мы имеем планы на разные случаи, которые могут развиться в городе-курорте. В принципе, к летнему сезону мы проработали каждый из этих сценариев. Вероятность таких событий достаточно мала, но и к ним нужно быть готовыми. Это инфекционное отделение. В палатах-боксах сделали ремонт, обновили стены, линолеум заменили на плитку. Какого-либо роста заболеваемости в курортный сезон медики не фиксируют. По их мнению, это связано с тем, что за последние годы значительно выросла культура организации общественного питания, повысилось качество водопроводной воды, стало меньше стихийной пляжной торговли. Однако, в любом случае, даже к отдыху следует подходить с умом. Тогда он действительно пойдет на пользу.